Ребята, я вас всех приветствую Сегодня у нас на канале будет ремонтик вот такого вот ресивера Это у нас ресивер Tricolor GS8300 Принесли люди его с проблемой, не включаются Отнесли в сервисный центр у нас Tricolor К сожалению, они ремонтировать его отказались Сказали меняйте на новый по обмену В данный момент в стране у нас кризис, как вы знаете Денег ни у кого нету, чтобы доплачивать, менять на новый Поэтому будем его ремонтировать вместе с вами У данной линейки ресиверов есть проблема с блоком питания Поэтому наша задача сейчас его диагностировать и начать ремонт В частности, попробуем для начала убедиться, что ресивер у нас включен Как видите, он у нас включен Положением отключения Дальше мы подключаем в розетку Как видим, ничего не происходит Ничто не загорается Здесь у нас табло, к сожалению, ничего не горит Отключаем его из розетки И приступим к его разборке Берем отверточку И выкручиваем все болтики по периметру 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 Итак, вскрыли мы крышечку нашу Как видим Есть здесь у нас проблемка В частности, с блоком питания Вот эта часть, это у нас блок питания Как видим Вышедший из строя здесь есть элемент Это конденсатор Возле транзистора здесь у нас грелось очень сильно Есть поплавленная пленка Сейчас наша задача открутить этот блок питания Сделать его диагностику Поэтому приступим Отсоединяем наш разъем С платы управления Также Входное напряжение Разъем тоже отключаем Плата у нас держится Тремя саморезами И легко вот так вынимается Как видим Он здесь очень сильно грелся Плата потемнела Текстолир у нас стал темный В этой зоне, где транзистор Так, сейчас посмотрим Номинал нашего конденсатора Это 47 микрофарад 400 вольт Сейчас мы подберем аналогичный Попробуем его заменить И посмотреть, что получится Наверное, для начала мы попробуем Здесь все прозвонить Под нашим прибором Для этого берем мультиметр Выставляем на прозвонку Сейчас мы проверим наш предохранитель Живой ли он Предохранитель живой И наш диодный мост Прозвоним Здесь должна быть тишина Ничто не должно пищать Все диоды проверяем Все целое Также проверим наш транзистор Также опять же на пробитие Для этого берем центральный контакт Наш левый контакт И правый контакт Тишина Вроде бы все нормально Будем надеяться, что обойдемся Одной заменой одного конденсатора Для этого включаем наш паяльничек Таких ресиверов в свое время очень много Продалось Поэтому я думаю, что многие люди с этим сталкиваются И многие меняют их сразу на новые Хотя Можно в принципе обойтись заменой одного конденсатора Как видим, с него даже начала сразу выделяться у нас жидкость То есть он до такой степени у нас уже вздулся Сейчас мы выпоем ножку, которая осталась там Итак, все готово Итак, все готово Сейчас мы подчистим От электролита Так как он проводит у нас ток Чтобы у вас ничего не коротнуло Так, у меня аналогичного конденсатора не было Есть номиналом 22 микрофарада на 450 вольт Но это мало для этого блока питания Есть у меня на 68 микрофарад 450 вольт Больше можно с номиналом микрофарад И также вольт В обратной последовательности не рекомендуется Естественно, вольты лучше как написано Меньше 400 лучше не ставят Там, к примеру, 200 ставят Или еще жахнет Что мало не покажется Как видим Здесь у нас есть полосочки Это у нас будет минусовой контакт Также соединяем его с минусовым контактом Не путайте последовательность Обязательно это соблюдайте И еще прям Итак, все готово Для тестового режима, в принципе, достаточно Чтобы попробовать запустить его Сейчас мы вместе с вами Поставим и установим наш блок питания на место И попробуем включить Подсоединяем наш системный разъем на место А также входное напряжение Подключаем наш разъемчик на место Блок питания Мы зафиксируем Хотя бы на один саморез Готово Сейчас попробуем его стартануть Посмотреть, что у нас получилось Продолжение следует... в общем ребят как видим он не включается все так же походу что нашему транзистору все таки тоже досталось сейчас будем вместе с вами его менять на новый был у меня где то аналогичный здесь у нас маркировка стоит 2 N60 это у нас 2 А 600 В будем ставить на аналогичный есть у меня 12 А на 800 В сейчас мы включаем его из розетки откручиваем наш болтик саморезик точнее отключаем все так же разъемы не забываем то что скорее всего конденсатор наш заряженный сейчас нам необходимо будет его зарядить сейчас если есть там что нибудь не вздумайте делать это пальцем так теперь откручиваем наш транзистор и отпаиваем его добавить обязательно флюса дорожки здесь отходят так как в этом месте грелась клей уже не держат так что будем восстанавливать итак вытащили устанавливаем бой Продолжаем. 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 Буду использовать ножку от конденсатора. Продолжаем. Все готово. На место припаяно. Для того, чтобы стартануть, проверить, будет этого достаточно. Дальше уже мы аккуратно соберем и запакуем. Пока это все в подвесном режиме, чтобы проверить на работоспособность, устанавливаем нашу плату на место. Продолжаем. 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 И прикручиваем так же на один сам нарез. все готово можно попробовать включить как видим ресивер наш завелся все включилось ресивер сейчас показывает моя задача сейчас здесь все нормально запаковать также надо будет заменить термопасту на транзисторе и прикрутить его нормально если кому то интересно как я сделал я выложу фото на видео это чтобы сэкономить время делать не буду поэтому сейчас соберу еще раз вам продемонстрирую и будем подводить уже итоги ребят все готово ресивер я наш дособирал как видим он стоит у нас тестируется картинку к сожалению не начало нас вывести поэтому по опыту скажу то что он работает и работать будет еще долго основная проблема у нас была именно непосредственно с нашим конденсатором и с нашим транзистором по опыту могу сказать то что бывает еще проблема у нас просто с конденсатором а также бывает у нас горит на нем еще и обвязка вокруг транзистора фоточку я задней стороны именно с номиналами задних компонентов выложу непосредственно сейчас будет вот здесь поэтому смотрим если что у кого то вышло из строя и меняем на аналогичные так что данный ремонт клиенту обошелся в сущей копейки по сравнению с тем чтобы поменять на новый ресивер поэтому спасибо вам за просмотр надеюсь это видео будет для вас полезным кому пригодилось ставьте лайки всего вам доброго до встречи